Это третья совместная работа Олега Левакова и актеров Камерного театра. В четвертый раз режиссер приезжает на репетиции «Дядюшкиного сна». Командировка продлится до премьеры. Олег Александрович хочет увидеть постановку и зрительного зала, узнать, как публика примет спектакль. Режиссер говорит, «Дядюшкин сон» – это о поисках людьми счастья. Мы подчас делаем людей не счастливыми, а не счастливыми. Понимаете? И как раз герои этого сочинения именно и проходят этот тернистый путь, желая добра друг другу, наоборот, очень многое ломаем в судьбах друга. Маменька пытается пристроить дочку за богатого человека. Свадьба кажется уже делом решенным, когда князь вдруг заявляет, что все это был сон. Таков сюжет. Что это за сон? Как понять, где вымысел, а где правда? Еще больше реальность и реальность происходящего подчеркивают воздушные рамы на сцене. Кажется, что здесь должен быть портрет. Однако живописного полотна нет, только пустота. В этой пустоте и живет человек во сне. В этом ключ к названию пьесы. Дядюшкин сон, поэтому некая и реальность всего происходящего на сцене подчеркивается и декорациям. Вроде настоящая стоит мебель, а вторые планы, вот они такие все прозрачные, воздушные, летящие. Дядюшкин сон Татьяне Макаровой хотелось поставить уже давно, но не было главного героя – дядюшки. И вот три года назад в Череповец из Пензы приехал Сергей Павлов. Для актера эта роль возникла неожиданно. Как признается сам, стала подарком судьбы. Он и лиричный, он и, так сказать, испытывает любовь, и никчемный, пустой, проведший жизнь в развлечениях. Он трогательный, он беззащитный, его легко очень обидеть. Костюмы в спектакле проработаны очень тщательно, нет ничего случайного. По сценарию Мария Маскалева грезит Испанией, и это видно. Кумушки – этакие провинциальные фронтихи, одеты ярко, но со вкусом. В Камерном театре говорят, зрителю не надо пугаться Достоевского. Дядюшкин сон – одно из его самых романтических произведений. У нас получился такой выдавильный, легкий спектакль, а Достоевский, он все-таки тяжелый очень автор. Но мы сделали спектакль и для подростков, и для среднего, и для старшего возраста. Итак, премьера спектакля «Дядюшкин сон» в этот четверг в 7 вечера.